Может быть, есть небольшая сложность в том, что мы идем по одному, а вы ожидали другое. Но я хочу, чтобы вы понимали, несмотря на какую лидерскую позицию вы занимаетесь, что молитвенная жизнь, она очень серьезная. Иными словами, это фундаментальное основание для всего, что бы мы ни делали. Поэтому для нас очень важно воспитывать и исполнять молитвенную жизнь. Молитва не должна быть что-то, о чем мы дредим, но что-то, о чем мы ждем. Наше время для молитвы – это не то, что мы делаем по... Ну, это то, что мы ищем, то, к чему мы стремимся. И молитву мы не должны рассматривать как обязательство, но как возможность встречи с Богом. Поэтому давайте поговорим о практическом применении сегодня вечером. И давайте начнем с тем, что зададим вопрос – кто может молиться? Итак, кто может молиться? Everybody. Каждый может молиться. И мы видим через Писание, что разные люди молились. Евреи, язычники, не евреи. Даже камни взывали к Богу. Поэтому Бог слышит молитвы каждого. Да, он мне лицеприятный. Он знает все. Он знает все, что в сердце, даже для того, как оно высвободится. Говорят, что население Земли составляет порядка 7 миллиардов людей. 7 миллиардов людей. То есть, если в один момент времени все 7 миллиардов воззовут в молитве к Богу, наш всемогущий Бог может услышать, принять и ответить каждому в его нужде в личной встрече. Не выглядит ли это очень удивительно? Я слышал некоторых людей, которые говорили мне, «Я не молюсь, потому что я не хочу отягощать тех, кто там наверху». Они так говорят, потому что они просто не знают его. Потому что если вы его знаете, вы будете понимать, что вы его не отягощаете. Мы его отягощаем тогда, когда мы не молимся. Он говорит, «Воззови ко мне, и я покажу тебе прекрасные вещи, которых ты даже не знаешь». Поэтому каждый может молиться. Каждый может вызывать к Богу. Бог слышит молитвы каждого, кто молится. Но кто может иметь общение с Богом? Кто может иметь взаимоотношение с Богом? Кто может иметь общение день за днем с Богом? Кто может входить в присутствие Божье и иметь с Ним там взаимоотношение? А Давид об этом говорит в Псалме 23, с 3 по 4 стих. Он задает такой же вопрос. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? И дальше он говорит, что тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. И кто не клялся душой, своею напрасно и не божился ложно. Такой порядок вхождения в присутствие Бога. То, на что он обращает внимание, это на неповинные руки и на чистое сердце. Кто это может так поступать? У кого руки не повинны и чистое сердце? Давайте посмотрим в Послание к евреям, 10 главу. Евреям, 10 глава, с 19 по 23 стих. Евреям, 10 глава, с 19 по 23 стих. Евреям, 10 глава, с 19 глава, с 21 глава, с 21 глави Евреям. И как у нас написано, «Итак, братья, и технически сестры являются братьями, потому что наша позиция перед Богом, она через Сына». Я не хочу быть техническим. Но все мы, кто верующий, у нас есть дерзновение входить в святилище. Это очень сильно отличается от того, что говорил Давид. Кто может стоять на горе Божьей? У кого руки неповерны и чистое сердце, ваши руки всегда чисты? Ваше сердце всегда чисто? Это такой шуточный вопрос. В практике это не обязательно, но в позиции, но на нашей лидерской позиции, то это всегда, всегда. Как написано, «Ибо мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Мессия». Есть единственный путь, по которому мы можем входить в присутствие Божия. И это через кровь Иешуа. Нет никого, который мог бы войти в присутствие без крови. Поэтому в Скинии жертвенник, он был перед святой святым. Потому что необходимо было сделать жертвоприношение с кровью. И по причине крови священник мог пойти дальше. В день Йом-Кипура. В единственный день во всем году. Когда первосвященник один заходил во святое святых. И он мог это сделать с кровью. И Библия говорит, что у нас сейчас есть первосвященник, который идет перед нами, его имя Иешуа. И не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью. Он сделал вход для нас раз и навсегда. Если я омыть его кровью, покрыть его кровью, И у меня есть доступ к трону Бога. Это сильно. Мне не нужно вырабатывать формулу. Мне не нужно делать какие-то хорошие дела, чтобы войти в присутствие Божье. И Иешуа говорит, что завеса была порвана пополам. И через Него у нас есть доступ для того, кто в Него верит. Вы и я имеете доступ в присутствие Божье в любой день, в любое время. Через Иешуа. Мы умеем у дерзновения туда входить. Через кровью Иешуа Мессии. Как написано, путем новым и живым. Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой. То есть, это, как говорится, с дерзновением, то есть я полностью вхожу в присутствие Божьего. Почему? Потому что мое, как дальше написано, накраплением, очистив сердца от порочной совести. И омыв тело водою чистую. Это истина для вас? Это касается вас? Это истина? Правда для вас? В любой момент. В любое время. В любое время. Из-за крови Иешуа у нас есть доступ в присутствие Божье. У нас есть такая личная встреча с Богом. Дана нам Иешуа. Через Его кровь. Когда некоторые люди обличаются своим грехом, то они имеют склонность уходить от Бога. Такое чувство вины. Но истина заключается в том, что Он забрал нашу вину. Через Его жертву на кресте. И теперь у нас есть такая дизгновение входить во святилище. В любое время. И быть полностью принятым. Почему мы приняты? Потому что мы приняты в Иешуа. Это не по той причине, что мы сделали или не сделали. А по той причине, что мы во Христе. И по этой причине у нас есть возможность входить в святилище. Как часто же мне молиться? Слышали ли вы когда-нибудь от людей, что достаточно много вы не можете молиться? Это такое религиозное клише. Подумайте об этом. Серьезно? Мы не можем молиться достаточно? Мы можем молиться достаточно? Это значит... Вы не понимаете? Я понимаю, но... Некоторые люди думают, что... Кто-то говорил ли вы так, что я не молюсь достаточно, то есть мне нужно молиться больше? Что же такое достаточно? Это как мы хотим иметь закон, чтобы быть правильным и святым перед Богом. Наша святость и наша правильность перед Богом не измеряется вот этой линейкой времени, которую мы проводим в молитве. Ишуа не молился все время. Да, еще раз, мы знаем, что мы можем всегда находиться в молитвенном таком состоянии. Но как часто нам нужно собираться вместе, отделять все и проводить вместе время в молитве? И, опять же, нету формулы. И нету такого направления или наставления. Мы видим, как Даниил поступал, он делает это трижды в день. Если вы хотите выбрать трижды молиться в день, то это ваш выбор. Мы видим в жизни Ишуа, что у него была такая привычка молиться рано утром. Потому что в течение дня он служил. Но он не молился все время в течение дня. Почему? Потому что ему нужно было служить людям. И, опять же, нету формулы. Нету заповедей в Писании. Но, очевидно, что мы можем понять, что нам нужно молиться хотя бы раз в день. И, опять же, я говорю о дедикателе, сетопаркном времени, чтобы вступить в вашу молитвенную комнату и коммунировать с Богом. И я, опять же, говорю о таком отделенном времени, когда мы отделяем все и приходим в тайную комнату, чтобы иметь общение с Богом. Каждый верующий должен иметь в своем дневном расписании такое молитвенное время. Каждый имеет календарь на телефоне? Да. Вы используете свои календарики на телефоне? Моя жена до сих пор использует такой рукописный календарь. Большой календарь, который она носит с собой, куда она не пойдет. Но календарь же есть в телефоне. Используй свой календарь. Сделай там напоминания. Напоминания о встрече, будильнике. Даже считать-то можно. Одно из таких самых удобных вещей. И поэтому в занятости нашего дня, чтобы быть успешным, для того, чтобы иметь влияние, для того, чтобы делать изменения в Царстве, мы должны планировать в нашем расписании молитвенное время. Но вопрос в том, когда. Еще раз, нету формулы. Нету такой обязательной заповеди в Писании. Но мы смотрим опять же в жизни Ишуа, и что он делал. И во многих случаях Писания повторяет, что рано утром, когда еще было темно, Ишуа поднялся, покинул дом, пошел в уединенное место. Как вы считаете, почему очень важно молиться рано утром? Это начало вашего дня, начало вашей жизни, начало вашего служения. И также, если вы хотите, это первый плод вашего дня. И, соответственно, первородство, или первого, это то, что вы делаете первым в семье. Вы отдаете свой первый час Богу. Мартин Лютер говорил, что во многие разы, зная, что ему нужно очень много сделать в день, он на четыре часа раньше просыпался, чтобы иметь молитву. Он отделял достаточно много времени для того, чтобы быть уверенным, что у него будет молитва, чтобы быть успешным в течение дня. Утренняя молитва. Как же мы делаем это, отделение времени утром, для молитвы? Нам нужно запланировать это сделать. Чувствовали ли вы когда-то, что ваше время кто-то от вас крадет? О, да. Есть очень много-много вещей, которые крадут наше время. И мы можем хотеть или стремиться, для того, чтобы молиться. Но если мы не планируем молиться, если мы не делаем такое расписание для молитвы, мы, возможно, пропустим это молитвенное время. Ваша плоть просто не хочет молиться. Дьявол, он просто не хочет, чтобы вы молились. И ваше плоть и дьявол будут делать все возможное, чтобы держать вас от подчинения Богу в молитве в этом времени. Поэтому нам нужно сделать такое посвящение. И нам нужно быть дисциплинированным, чтобы быть постоянным в нем. Еще раз, мы не делаем это религиозно. Мы не делаем это для того, чтобы показаться хорошим перед Богом. Мы это делаем, потому что наша жизнь и служение зависят от этого. У кого из вас было такое, что вы, проживая день, понимаете, что у вас не было молитвенного времени утром, и ваш день не шел очень хорошо? Было ли такое? И потом вы останавливаетесь. Он сказал, вы говорите, достаточно. Освобождаете свое расписание на 30 минут вперед или на час. Находите место, где вы можете быть наедине с Богом. И вы справляетесь со всеми этими раздражениями, или то, что отвлекает. Атака врага. И у вас начинается такой новый старт. Вот почему нам нужно начинать утром наше молитвенное время. И только вы можете планировать свое время. И вы не можете позволить кому-то другому планировать ваше время. Я знаю, что вам нужно быть на работе в определенное время. И если вы опоздаете завтра утром, вы не можете сказать своему начальнику, мой проповедник вчера вечером сказал, что никто не может контролировать мое время. У нас есть обязательства. И мы планируем наше время вокруг этих обязательств. Так же, как и есть время для обязанностей, так есть и время для отдыха. Кто из вас женат или замужем? Это поэтому не только ваше время, но и время вашего супруга. У кого из вас есть дети дома? Вы... Вы, возможно, сдаетесь, будете сдаваться, пока им не выполнится 13, чтобы иметь молитвенное время. Просто... шутка. Если у вас дом полон детей, вам будет сверхсложно найти такое время, чтобы иметь молитву наедине. Но верьте, что те, кто из вас воспитывают детей, это возможно быть исполненным. Вам нужно просто найти такие творческие пути. Вы должны узнать, как дровить своих детей, чтобы они спать. Я убью. Вам нужно найти эти времена. И вам нужно найти вот в этом времени для себя лично время. И не позволить никому красть это время. Ешуа, он практиковал подниматься рано утром. И заметьте, что он делал. В первую очередь, он ушел в уединенное место. Чтобы иметь успешное молитвенное время, вам нужно найти место, где вы можете быть наедине. Во-вторых, уединенное место, оно тихое. Поэтому вам нужно найти место, где вы можете быть один, и там тихо. Я знаю одну молодую маму. Ей было очень необходимо найти болитвенное время с Богом. Она продолжала, продолжала искать место, куда ей идти. И в конце концов, она решила пойти в душевую комнату и закрыть двери. Поэтому она сидела на троне своем, перед троном Божьим. И поэтому она могла иметь свое тихое время с Богом. Только вы можете выбирать ваше время. Только вы можете выбирать ваше место. Но если мы это не планируем делать, мы не будем это делать. Если мы не планируем время в календаре, это время будет украдено. И поэтому часть нашей дисциплины, как у лидеров, это планировать в расписании время для молитвы. И вопрос следующий. Какая длительность этого времени должна быть? И я отвечу таким образом. Оно должно быть настолько долгим, насколько оно должно быть. Да? 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 Чем больше вы имеете общение с Богом, тем больше вы познаете Его, тем больше у вас будет молитвенной жизни. Но также длительность вашей молитвы может зависеть от ответственности, которую у вас есть. То, о чем вам нужно молиться, и это будет влиять на длительность вашей молитвы. Я лично думаю, что любого-то молитва должна быть at least 30 минут to an hour. Я надеюсь, что у каждого молитва будет как минимум 30 минут. If you don't have that much time, at least give 30 minutes. Больше, чем 30 минут. Но если у вас нету столько времени, хотя бы 30. И когда мы уже выбрали определенное место и определенное время, есть необходимость также в приготовлении этого времени. Первое, в чем нам нужно убедиться, это то, что мы проснулись. Очень будет хорошо не спать в молитвенное время. Потому что очень много святых возвращались в сон во время молитвенного времени. Я не рекомендую делать ваше молитвое время вторым после того, как вы проснулись. Я не рекомендую сразу после того, как вы проснулись, встать на колени и поставить локти на матрас и начать молитву. Если вы будете так поступать, ваше молитвенное время будет очень коротким. и у вас будет такое, что вы будете повторяться к одним и тем же словам между перерывами, когда вы засыпаете. Что же нужно сделать, чтобы проснуться? Что же мне нужно сделать, чтобы проснуться и быть готовым? Есть несколько вещей, которые необходимо сделать. Для некоторых людей очень подходит чашка кофе, подняться, пойти приготовить кофе, проснуться, найти самый удобный стул в вашем доме и сесть и начать ваше время. Некоторые люди они предпочитают принять душ, просыпаясь, просыпаться в душе. Это хорошее такое хорошее такое хорошее метод проснуться и потом иметь свое время. Я дам вам несколько примеров то, что я делаю в течение года. Были времена, то, что я сам больше предпочитал. Но, как я говорю, сейчас это было времена, что, когда я просыпался, я одевал сразу же мои штаны и одежду. Я брал свои писания и записи. я бежал к входной двери и я начал бегать по улице, просыпаясь. Я хочу хорошо проснуться. Я также работал над тем, чтобы быть здоровым, более сильным. и, как я сказал, это были такие времена. Я бы хотел, чтобы такие времена вернулись. Что же я делал, когда я брал свои записи и писания? Бегая по улице, я практиковал свои записи и писания. Есть ли у вас такие карточки с местами писаний? Да? Нет? У меня есть хорошая новость. Вы не будете нуждаться в них больше. Есть приложение для них. Просто берите и берите с собой телефон и загрузите туда такое приложение с карточками и писания. Битфит или Фитбит? Бит... Ну, такое... Как это называется? Как это называется? Ну, устройство Битфит. Битфит? Это так? Да. Да. У вас есть Битфит, так же вы можете иметь приложение с карточками. Я бегал, я имел эти карточки, я получал Слово от Бога в своем духе и сердце. И я потом возвращался домой и пил стакан аппетитного сока. и потом я садился и входил, начинал свое время, молитвенное время с Богом. Что же нужно вам делать, чтобы проснуться? кофе, чашка кофе, душ. Очень часто я делаю очень такой быстрый душ. И когда я в душе, я начинал делать такой прорыв в прославлении. Потому что душ это самое такое прекрасное место, чтобы петь. Просто вы звучите там прекрасно. Акустика, эхо, оно все там прекрасно. Но так как моя жена в то время спала, она это не оценила. Но я не просто хочу проснуться, я хочу стимулировать мое сердце и мою волю достаточно хорошо. я хочу быть готовым для встречи с Богом. Я готовлю себя, но также я готовлю свой дух. И когда вы приходите в это отделенное место, возьмите с собой следующие вещи. возьмите Библию, возьмите блокнот, возьмите музыку прославления, или даже текст песни, или медиафайлы, записанные на телефоне. Ну а теперь как, не так как раньше, теперь вы можете взять просто свой телефон. Ваша Библия в телефоне, блокнот в телефоне, музыка прославления на телефоне, все, что вам нужно. Но еще одна вещь, которую вы должны дисциплинировать сделать, если вы хотите взять свой телефон. Не нажимайте Facebook. Потому что вы знаете, что произойдете, если вы это сделаете. Дайте я проверю очень быстро. О боже, о боже. И внезапно ваше сердце куда-то уносится в другое место. И если это проблема, не берите телефон. Возвращайтесь к старым методам. У кого-то есть Библия? У кого-то Библия? У кого-то нет? Да, нет. Видите? Ни у кого нету Библии. И у меня нету Библии. И у вас нету Библии. Ни у каких Божьих детей нету Библии. У нас есть ничего. Вы можете ее понять, чтобы мы вспомнили, как Библия выглядит? Нет, нету, 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 нету. Нету, нету. Здесь нету. А может быть, она дома. Я хочу быть с вами честным, у меня около 50 Библий дома. Все мои домашние, то, что я изучение. Если это есть искушение, оставляйте его лежащим возле кровати. Берите Библию. Я надеюсь, что есть только один русский translation available, correct? Может, два или три. Может, три русских? Есть один главный translation, и мы используем только один translation. Вы имеете только один translation Да. Потому что моя admonition is get the translation that you best understand. Да. У нас есть единственный перевод, который мы используем очень часто. Это ксеноидальный, правильно? Но последнее время. И также есть две причины, почему нам необходимо иметь блокнот. Первое это то, что записывать те вещи, которые Бог нам говорит. Может быть, вы делаете такой дневник, чтобы записывать то, что Бог сказал вам в тот день, чтобы сохранять свои мысли. Что я слышу, что Бог сказал мне в молитве? Что Бог вложил в мое сердце, когда я читал Писание? Но также вам нужен блокнот для того, чтобы записывать туда те мысли, которые вас перебивают во время молитвы. например, вы фокусируетесь, чтобы иметь молитвное время с Богом, тут внезапно приходит мысль о той ответственности, которую вам нужно сделать в течение дня. И вы говорите, о да, я забыл об этом. ответственностью, и вы используете 15 минут процесс это. И внезапно вы поменяете свое направление, вы фокусируетесь 15 минут на той ответственности. И чтобы так не поступать, просто запишите эту мысль, которая вас перебила в блокнот, и отложите ее. И вы можете вернуться к ней в вашем календаре позже. И в мусоре я расскажу вам специфически о том, как это в я вам расскажу более подробно, как использовать музыку прославления в вашем молитвенном времени.